Чем ближе победная дата, тем больше новых фактов и удивительных историй о Великой Отечественной войне. Одна из них о нашем земляке Федоре Павловиче Карасеве, уроженце села Силюхино. Он погиб на Смоленщине и так бы и числится пропавшим без вести, если бы не череда волнительных обстоятельств. А вот Федор Павлович. Вот как раз мы его сразу и нашли здесь. Красноармеец, 1906 года рождения, деревня Силюхино Клинского района Московской области. Призван Клинским РВК, пропал без вести в январе 1942 года. Эта книга памяти для семьи Зинаиды Ивановны Щербаковой – настоящая реликвия. В нее вписаны имена и ее воевавших родственников. Из списка пропавших без вести теперь вычеркнуто имя Федора Карасева. Он погиб в бою на Смоленщине. Останки бойца и личные вещи обнаружили поисковики в летнюю вахту памяти. Родственники солдата признались, это известие стало настоящим эмоциональным потрясением. Вот дошла до этого места, поиски просят откликнуться родственников бойца. Я начала читать. Когда дошла до Федора Павловича, и написано «Деревня Силюхино». Вот это меня и остановило сразу. Она по телефону мне звонила, вот Света. Она мне читает, а у меня мороз, у меня мурашки. Федор Павлович родился в деревне Силюхино и был самым старшим ребенком в многодетной семье Карасевых. Повзрослев, переехал в Клин на строительство комбината химволокно. Жилье получил в Майданово. Женился. С родственниками встречался нечасто. Но в родном доме о нем всегда помнили. Я помню, единственное, у нас в доме у бабушки были, в то время увеличивали фотографии эти, были вот такие большие. Вот. Вся стенка была увешанная сыновьями. Вот. И папка мой там был. К сожалению, фотографии не сохранились. Кстати, отец Зинаиды Ивановны тоже пропал без вести. Теперь она верит, что и судьба отца может открыться кому-то из российских поисковиков. Что касается медальонов, здесь сложнее. Далеко не все бойцы сохраняли медальоны, потому что считалось плохой приметой. Заполнять смертник, носить его с собой, смерть кликать. Кто-то выбрасывал, кто-то носил с собой пустым, кто-то там спички носил с иголками. Многие не заполняли. Поэтому и медальоны в наше время уже нечастая находка. У найденного под Смоленском Федора Карасева, уроженца села Селюхина, медальон и вкладыш сохранились хорошо. Это позволило быстро идентифицировать останки бойца, найти родственников. И теперь, спустя 79 лет, этот солдат все же вернется домой. Весной прах защитника Родины, уроженца Клинской земли, перевезут на Родину и перезахоронят с почестями. Все организационные моменты на себя возьмет муниципалитет. Инга Филипова, Алексей Буланов, Иван Першин, Никита Кистанов. Новости дня.